Добрый день дорогие друзья, с вами архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую. Алексей Валерьевич, общественно встревожено. Недавно МИД опубликовал документы. Опубликовал в оксимеле документов, связанных с пактом Молотова-Риббентропа и секретным дополнительным протоколом. На самом деле, о существовании секретного дополнительного протокола знали союзники уже в период лета 45-го года примерно. Микрофильмы Министерства иностранных дел Германии были захвачены союзниками, и они знали о советско-германских отношениях, и в том числе у них были копии тех документов, которые принято называть пакт Молотова-Риббентропа, и секретный дополнительный протокол к нему. На самом деле, это было в течение длительного времени секретом Полишинеля. Я могу вам сказать, что никто иной, как такой видный советский дипломат, как Майский, говорил в хрущевские времена, потому что понятно, что в сталинские времена об этом просто молчали, ну и вообще говоря, начиналась холодная война, и поэтому, как говорится, заняли ежа. То есть, ничего не знаем, ничего не видим. Но это тоже позиция. Так вот, хрущевский период, советский дипломат Майский прямым текстом, ну он, естественно, не в газете, правда, на передовице это предлагал. Он это предлагал в письме, которое было недоступно простым смертным, но он прямым текстом говорил, давайте это признаем, опубликуем, на Западе это и так уже знают, мы выглядим просто чуть-чуть по-дурацки. Но его не послушали. Хотя дипломат был с огромным стажем, с огромным опытом, и, как говорится, собаку съел на взаимоотношениях с англичанкой, которая, по мнению некоторых, постоянно гадит. То есть, он был советским представителем именно в Великобритании. То, что это было секретом Полишинели, показывает, например, даже журналист Ясняш Васьбовин, который, будучи в ФРГ, нашел это в какой-то книжке в библиотеке, и будучи, так сказать, допущен к телу лично дорогого Леонида Ильича, он ему показал, что, вот видите, в книжке библиотеки, естественно, политбюро его люди, которые принимали решение, они, естественно, выставили за дверь и долго это обсуждали. Но я думаю, что они это обсуждали именно в том плане, как хранить этот секрет Полишинели или не хранить. Но в итоге вот это вот открытие и официальное признание наличия секретного дополнительного протокола произошло уже на рубеже заката СССР и 90-х годов, когда были опубликованы именно тексты и самого пакта и секретного дополнительного протокола к нему. При этом я бы подчеркнул всем это, говорю, то, что написано в секретном дополнительном протоколе, если его прочитать, видно, что СССР и Германия ни в коей мере не были союзниками. Они просто договаривались о той виртуальной линии, по которой, так сказать, проходит зона их взаимных интересов. То есть интересов Германии, интересов Советского Союза. Это означало, что одна сторона не должна ее пересекать, то есть договаривались о той линии, которая не будет пересечена даже в случае наличия вооруженных конфликтов. Даже если в республиках Прибалтики будет осуществлен военный переворот, придут какие-нибудь профашистские партии и начнут проситься под крыло фюрера. Фюрер будет вынужден сделать стеклянные глаза и сказать, «Ничего не знаю, ничего не видно, вы недостаточно фашистов, вы неарийцы». Именно потому, что достигается определенная договоренность. С точки зрения политической, но это на самом деле отдельная тема, это, конечно, повод заключения этого факта. Но в целом опубликование этих документов, оно уже только лишний раз придает официальную окраску признания этого факта, который так был общеизвестен. Единственное, вот для меня лично, в чем загадка? Общественность, она же бурлила давно, и были люди, которые опровергали, что это все подделка, это вброс, это, так сказать, шпион Яковлев там зомбированный, все вбросил. А так-то это выставляли на выставке в Карлосхорсте, это под Берлином, совместный российско-германский музей под руководством очень приятного человека доктора Морро. И я там как раз был в 2009 году, был очередной юбилей, и там все эти документы в аксимиле, подчеркну, российского экземпляра, потому что есть экземпляр, который достался Германии, которые на микропленках получили союзники, а были документы советской стороны, советские экземпляры на русском и на немецком языках, которые хранились в наших архивах, архив президента, и, соответственно, по запросу МИДа их немцам дали, и они в аксимиле выставили. Я это в аксимиле сфотографировал, выложил на военно-историческом форуме, и долгое время люди хихикали, что в аксимиле это нигде не выложили, только Исаев в музее пощелкал, хотя, опять же, это все было общеизвестно. И вот единственная загадка… То есть, 10 лет назад это все висело в русско-немецком музее? Да, то есть, любой турист, как говорится, придя в шортах и с телефоном, он мог это фотографировать. И это можно было видеть, мог видеть кто угодно. И на самом деле, это совершенно без проблем выделили доктора Морра по запросу в МИД. Но осталась загадка. Дело в том, что советский экземпляр первой страницы секретного дополнительного протокола, который висел на выставке, содержит на себе сверху надпись «Тов Сталину» и подпись «Молотов». А вот то, что выставлено сейчас на сайте МИДа, вот этой шапки не имеет, и содержит еще исправление на рева. Там в тексте есть четко видимое исправление. На том фоксимеле, который я фотографировал, нет. Я могу предположить только одно, что, естественно, документы эти размножили машинистки, прямо по горячим следам, как договорились, прямо в Кремле, были отпечатаны. Отпечатаны несколько экземпляров, и один из экземпляров первой страницы секретного дополнительного протокола использовали в качестве сопроводительной записки для товарища Сталина. То есть на нем написали «Тов Сталину», положили сверху на документ с исправлением, а вторая страница, она абсолютно идентичная, сфотографирована мной в фоксимеле, и в том, что опубликована сейчас официально и вызвала, можно сказать, нездоровый ажиотаж. Потому что там подписи, которые делаются от руки, их невозможно сделать с точностью до миллиметра. Они с точностью до миллиметра совпадают. То есть там четко поставленная роспись Риббентропа, она захватывает машинописный текст и прямо точно стоит на том же самом месте. Поэтому я думаю, что реально в архиве просто листика сопроводительная записка, первая страница документа, вторая страница документа, и МИД официально опубликовал первую страницу документа, вторую страницу документа, а сопроводительную записку в фоксимеле не выставлял. Может быть, кто-то скажет, что недостаточно разрешения там, но мне кажется, что сейчас это уже второстепенно, тем более это не тот документ, которому надо, что называется, высокое разрешение. Это не карта, это не рукописный текст. Там все и так прекрасно читается. Алексей Валерьевич, а как же карта? Как же Гитлер со Сталином, который поделили Европу? Есть карта с росписью Сталином, это уже более поздний. То есть в Москве, на самом деле даже на обложках, это тоже давно существует, в фоксимеле карта с росписью Сталином, это уже несколько более поздний документ. А так, заключенные в Москве, я опять же подчеркну, некоторые привязываются к слову пакт. Пакт – это договор большого исторического значения. Поэтому слово «пакт» к пакту Молотова-Риббентропа применимо. Это не следует считать, что пакт придумали негодяи, работающие на дестабилизацию и прочее. То есть это обычный дипломатический термин. И то, что в тексте есть даже какие-то грамматические ошибки, это даже не грамматические ошибки, это принятое тогда написание. Никаких явных претензий к этим документам нет. И вопрос заключается не в том, что это фальшивка, вообще фальшивки в архивах, тем более архивы такого уровня, это из разряда фантастика, а именно в спорах относительно того, стоило или не стоило заключать. Это вопрос уже совершенно перпендикулярный Фоксимеле заключенному договору. И я бы так сказал, что это часть архивной революции. Публикация этого документа – это часть архивной революции. Я надеюсь, что, может быть, следующим этапом будет как раз публикация в Фоксимеле тех же самых документов о переговорах англо-французской делегации с советской делегацией, в том числе с картами, потому что они существуют. Я в свое время их смотрел, и вот если их еще выложат на сайте, они тексты известны, то есть именно тексты. Но вот если получить, так сказать, в Фоксимеле все папочки, это будет еще одним шагом архивной революции. А так, как относиться к факту публикации Фоксимеле, относиться к очередному этапу архивной революции. Никаких покровов сорвано не было. То есть там не написано «я съел Польшу, можешь приступать к Финляндии, обнимаю адик». Такого нет. Нет, ничего такого нет. И самое главное, это секрет дополнительный протокол. Почему, собственно, Майский и предлагал, давайте перестанем играть в кошки-мышки, давайте все признаем, потому что там нет никаких союзнических обязательств. Там формулировки очень такие аккуратные, обтекаемые. Прочитав этот документ, сказать, эти стороны являются союзниками, нельзя. Это, что называется, будет абсолютно абсурдное утверждение, никак не проистекающее из текста того, что там написано. Да, если обсуждать моральные оценки происходившего, то... Как всех же это интересует. Да, что были ли наши предки плохими. На это можно сказать, что договоренности с немцами, на них пошли западные союзники в Мюнхене. И отсутствие к мюнхенским соглашениям секретно-дополнительного протокола, оно совершенно дело не меняет, потому что по факту мюнхенские соглашения сделали обреченным на уничтожение государством Чехословакию. Чехословакия была обречена, поэтому, что называется, углубление европейского кризиса, оно все равно произошло. И, я бы так сказал, наличие секретно-дополнительного протокола, оно лишь говорит о том, что две стороны Германии и СССР на самом деле были явно противоборствующими силами, которые вынуждены были проводить, что называется, некую линию. Чтобы, не дай бог, не столкнуться случайно даже. Да, чтобы за которой они обязывались не переходить. И, к тому же, секретность этого протокола была связана еще с неопределенностью судьбы той же Прибалтики. Поскольку судьба Чехословакии, она была, что называется, прямой дорогой в склепик и в гробик. Судьба Прибалтики, судьба взаимоотношений СССР с Финляндией, они не были предопределены. Поэтому, сохраняя вот эту договоренность о виртуальной линии в секрете, Германия и Советский Союз оставляли дверь открытой для альтернативных вариантов. Потому что опубликование в центральных газетах в этой виртуальной линии предопределяло сразу судьбу этих стран. То есть, они сразу получали сигнал определенный. А так они не получали никакого сигнала, и у них была возможность выбрать ту или другую судьбу. И вот именно стремление допустить поливариантность событий, а не в склепик и в гробик сразу с порога, прям 24 августа, было продиктовано то, что написали документ, в котором не объявляли друг друга союзникам, и говорили только о неких пока еще непредопределенных событиях. Да, ну и всякий раз, когда в отношениях политики нас пытаются поставить в такую парадигму плохой-хорошей, злой-доброй, ну это практически всегда значит, что нас разводят на что-то. Да, это как бы проецировать отношения людей на большую политику, это невозможно. Здесь я еще обращусь к такому, как бы, достаточно объективному суде, как Ширер. Это американский журналист, кстати, очень богатый человек, который видел своими глазами, как растет Германия, он был корреспондентом в Третьем рейхе. И он, когда писал о, опять же, восприятии общественности, договоренности Советского Союза с Германией, он прямым текстом говорил, что все было предопределено год назад, когда Советский Союз не позвали, когда проигнают, что вы хотели, собственно. Это реалии политики, и здесь, что называется, предъявлять оценки, которые применимы, что называется, взаимоотношения в маленьком трудовом коллективе или в семье, или даже среди друзей, это неприменимо, когда решаются судьбы народа в целых. То есть всегда есть компромиссы, политика, всегда искусство возможного. Это те вещи, которым моральные нормы, они применимы достаточно условно. Опять же, здесь речь может идти именно об интересах людей, потому что всегда государство отстаивает интересы своего народа. В первую очередь. Да, в первую очередь. И это не потому, что политика – грязное дело, а именно потому, что политика – это всегда попытка какие-то вопросы решить средствами договора, а не силой оружия, или отложить решение силы оружия до завтрашнего, послезавтрашнего дня. И поэтому надо всегда это оценивать в контексте эпохи. И заставлять руководителей государств, на которых лежит огромная ответственность, каких-то даже послов или представителей МИДа действовать так, как они действуют в отношении своих близких друзей и приятелей – это абсурдно. Да и вообще оценочные суждения такого плана плохой, хороший в таких вопросах, они попахивают, по крайней мере, дилетантизм. Ну, это да, такой дилетантизм. И все же, так сказать, в истории, если опять же смотреть, как говорится, с периода, когда политика стала таким инструментом дипломатов, с каких-нибудь там, может, тысячи лет назад, историю видела очень много. И на этом фоне документы, известные как Пакт Молотова-Риббентропа, они совершенно не находятся в топе тех, которые обсуждают и осуждают. Вообще говоря, если уж на то пошло, то по Мюнхену на Западе выпущено гораздо на порядок больше литературы, чем по Пакту Молотова-Риббентропа. Потому что все понимают, что значение одного и другого было совершенно несравнимо. Ну, это, как бы, может быть, тема отдельного разговора, так сказать, ближе к годовщине событий, более такое развернутое, что называется, с цифрами, фактами в руках. А если говорить о реакции на публикацию, она такая. Спасибо огромное. Как обычно, очень четко, грамотно, объемно. Ну что, до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...